Присоединяется сооснователь фонда энергетических стратегий. Юрий, здравствуйте. Юрий, приветствуем. Добрый вечер. Насколько упал спрос на газ российский в 2023 году? Насколько сохраняется эта тенденция? Что можно спрогнозировать на 2024? И в суммах, во что это выливается экономики Российской Федерации? Конечно, ожидаемо сокращались поставки российского газа в Европу. Во-первых, остается только два направления, через Украину и через Турцию. Турецкий поток, точнее, через Черное море. И плюс добавилась ситуация, что позапрошлая зима, точнее, прошлая зима еще не закончилась. Она была теплая, отопительный сезон. И европейские компании закончили с большим запасом газа в подземных хранилищах. Соответственно, в этот прошлый летний период, осенний период, скажем так, они очень много закачали газа, там почти, ну не почти, а 100% в подземных хранилищах были заполнены. И, соответственно, эта причина тоже, ну теплая зима, большие запасы газа, она тоже повлияла на то, что произошло дополнительное сокращение поставок газа из России. То есть, по большому счету, сейчас мы говорим о том, что вот 40 миллиардов кубометров, это общий объем, который идет через Турецкий поток и через Украину. Ну, было в Европу когда-то 150 миллиардов кубометров. Ну, не когда-то, там еще два года назад, грубо говоря, в 2021 году. И, ну, по большому счету, здесь нужно смотреть, что вот эти 110 миллиардов кубометров, это так может казаться, на первый взгляд, что вот эта цифра, как говорят часто, сократили потребление газа, отказались, точнее, от российского газа. Но здесь нужно рассматривать ситуацию с двух сторон. Во-первых, промышленность европейская, она сократила потребление газа. То есть, что в прошлом году, в позапрошлом, в 22-й год, что в прошлом году, в 23-й год, вот именно промышленность взяла на себя такой ключевой удар, скажем так, сокращение. То есть, вот цифра 60 миллиардов, она, в принципе, не поменялась. Где-то еще до 15 миллиардов это население потребило меньше газа, потому что теплая зима. Было этот еще сезон не полностью посчитали, потому что считают сезонами. То есть, в этот, в прошлый 23-й год попали две части сезона, скажем так, прошлого и нынешнего. Но в любом случае, да, теплая зима, мягкая зима, более мягкая даже в Европе, она сказывается на потреблении газа тоже. Соответственно, вот, грубо говоря, 75 миллиардов кубометров газа, это тот объем, который, ну скажем так, в любом случае, например, даже если бы ситуация не менялась как-то, вот Европа бы меньше потребляла даже в этом случае российского газа. Другой, остальной объем, вот это именно то, что удалось заместить. То есть, вот, грубо говоря, 35 миллиардов кубометров, это тот газ, который поступает, ну в основном это LNG поставки. То есть, это LNG газ, потому что трубопроводного газа, ну, Норвегия, вопреки, там, ожиданиям, там, 8 миллиардов они там обещали в 2023 году дополнительно дать. Они, скажем так, не смогли прыгнуть выше головы, потому что у них тоже своих проблем хватает, у них идет, как бы, природное истощение запасов. Вот именно LNG газ, да, он, скажем так, и закрывал эти, ну, скажем так, этот ресурс. Ну, вот вопрос следующий, то есть он переходит, знаете, как бы, вопрос переходит уже на следующий сезон, уже третий, скажем так, раз, что будет дальше в Европе, что будет действительно с потреблением, и как это будет влиять и на зиму, например, и на экономическое состояние, потому что промышленность, это работа, это заводы, да, это доходы европейских стран. Но в любом случае, конечно, нужно понимать, вот то, что вы спрашиваете, что это минус российского бюджета, то есть тех денег, которые они получали от продажи газа. Ну, нужно понимать сразу же, что, и мы с вами об этом говорили раньше, что газ, ну, он где-то занимал, скажем так, ну, не то, что незначительную часть, нельзя так сказать, но не больше 20% в общем, в общем, скажем так, в общей структуре получения доходов от экспорта энергоносителей. То есть это и нефть, и газ, и нефтепродукты очень значительно. Они даже больше, например, дают доходов, чем газ. И уголь тоже, уголь тоже очень значительные объемы дает доходов. Вот это можно сказать, что, поэтому можно сказать, что вот газовые доходы, они, да, они уменьшились, конечно, но за счет, особенно это было и в 22-м году, и в 23-м, скажем так, ситуация несущественно поменялась. То есть большие цены, высокие цены на нефть, на нефтепродукты, скажем так, замещение России с помощью Индии. Частично Китая меньше, Турции посредников, Судовская Аравия, там разные стороны, Малайзия, Индонезия, Сингапур, все там принимают участие в, скажем так, в экспорте российского, ну, в первую очередь нефти. И потом уже нефтепродуктов, которые производятся, они все этим занимаются, нефтепродукты, потому что у них у всех есть возможности. Ну, вот Индия, Китай частично, Турция меньше тоже, они вырабатывают нефтепродукты и поставляют их уже на европейский рынок, в основном европейский рынок. Мы даже видим, там увеличиваются поставки российских нефтепродуктов в Бразилию, например, в Латинскую Америку, страну, ну, Бразилия самая большая страна Латинской Америки. Это тоже, это не следствие, что там бразильцы, например, полюбили Россию, я бы так не сказал, ну, нельзя так сказать. Это просто факторы замещения, замещения поставок тех объемов нефти, которые должны были пойти на латиноамериканский рынок, на американский рынок, российский. Ну, вместо этого вот пришли нефтепродукты. То есть было так выгоднее, скажем так, взять конечный продукт. Поэтому, вот, возвращаясь к вопросу, насколько будут серьезные убытки, ну, вот где-то можно сказать, что именно по газу, конечно же, вот две трети, то есть вот с этих 30 миллиардов кубометров, ой, с 30 миллиардов долларов, вот можно так, разные цены бывают, но вот в 22-м году были же эти такие фантастические цены, там, 3900 долларов, ну, максимальная была цена, там, 2000-1500 долларов держалась так относительно долго. Но в любом случае, если взять среднюю цену, вот где-то 30 миллиардов долларов газ давал доходов, и, соответственно, сегодня это где-то, ну, до 15 миллиардов долларов максимум, то, что Россия может получить, учитывая даже вот высокую цену, ЛНЖ-поставки тоже, учитывая, они нарастили, ну, там, относительно, не скажем так, что очень существенно, но нарастили, и цена была высокая, да. Юрий, скажите, пожалуйста, а как это может отразиться на внутреннем рынке газа в Российской Федерации, в частности, на потребителях? Ну, вот, смотрите, именно с газом ситуация интересная, потому что, если газ не идет на экспорт, он есть, как бы, профицит тогда, то есть есть, ну, не перепроизводство, да, вот то производство, которое, или ты должен, скажем так, уменьшить дебит скважины, или вообще ее приостановить, закрыть временно. Это тоже технические моменты, невозможные, да, это убытки дополнительные, но, скажем так, не настолько критические, возобновить можно. В этом ключе, вот в этом сезоне, да, Россию, скажем так, ну, не спасает, это так, условно можно сказать, ну, помогает, вот, скажем так, пережить этот вопрос. Зима такая, ну, не суровая там, но есть такие, вы видели, наверное, все видели там прогнозы, не прогнозы, а метеосводку, там циклоны, и там очень такие поголодания были всякие разные. И вот это увеличивает, конечно, потребление внутренних газа. Плюс Россия идет, понимая, что не так быстро удастся заместить этот объем газа на направление Китая, потому что это Китай, Южная Корея меньше, Япония еще меньше. Вот это направление, не так это быстро можно будет реализовать, и, соответственно, соответственно, это потребление, прогнозируемое увеличение российским населением, да, оно, скажем так, создает ситуацию, когда Россия расширяет возможности своих подземных хранилищ. То есть это тоже, конечно, дело не одного дня и не одного года, и даже не трех лет, но постепенно, постепенно, да, ну, они будут увеличивать. Они и так, в принципе, увеличивали и строили, там, расширяли новые, и существующие строили новые. Ну, вот сейчас, конечно, да, это будет уже такая одна из приоритетных задач. Она и есть, она реализовывается для того, чтобы хранить этот газ, который, возможно, не можно будет сразу продать, да, он, по крайней мере, вот на следующие там 2-3 года он может там находиться в подземных хранилищах. А может быть выходом из этой ситуации для «Газпрома» газификация, наконец-то, Российской Федерации, да? Ну, если его кому-то нужно продавать, извне уже не продают. Ну, вспомните вы о своем населении, проведите вы им трубы, увеличьте количество потребителей внутри России. Но пока они, кстати, говорят только о том, что они будут повышать цены, как на газ для потребителей, так и на услуги ЖКХ в целом. Ну, газификация, да, то есть это, скажем так, это давний тоже процесс, он у них идет, ну, скажем так, с переменным успехом, но вот последние годы, да, можно сказать, еще до войны, в принципе, он тоже активизировался, потому что вот именно то, что вы говорите, что повышение цен приведения, цен к рыночному уровню именно в России для российских потребителей, да, это стимулировало тот же «Газпром», например, его дочерни компании, которые профильные, ну, по газификации именно, по прокладке труб, по подключению потребителей, стимулировало, вот, скажем так, развитие этого направления. Ну, плюс понимаем в любом случае, что потребителю, конечно, это хорошо, не имеет значения, там, это русский человек или американский человек, да, он получает этот газ, ему как бы удобно, но вот какая цена, конечно, будет его, это другой вопрос. Но это комфорт, это в любом случае лучше, чем дрова, там, чем уголь, например, там, или какие-то другие варианты. Сжиженный газ, кстати, тоже там активно используется в России, такие баллоны большие, у дно встает, ну, так, не скажем, что это очень, там, сильно развито, да, но есть такие, как бы, регионы, где просто нету, скажем так, трубопровода, вот именно газификации, то, что вы спрашиваете. А люди выходили из такой ситуации, покупали сжиженный газ, устанавливали и пользовались им. Если на это хватало денег, но это тема для отдельного обсуждения, Юрий, спасибо большое, спасибо за оценку ситуации. Юрий Корольчук, сооснователь фонда энергетических стратегий, присоединялся к нашему эфиру. Спасибо. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.